МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оперную премьеру. Это «Золотой петушок» римского Корсакова. У автора действие этой оперы обозначается так, то есть место действия. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Сцена Большого театра. Что это в представлении авторов, вашим и Кирилла Серебренникова? Да, вы знаете, мы, когда начали обсуждать, как нам все это делать, в первую очередь, мы, конечно, обсуждали временные рамки. Потому что что это такое, когда? Тут можно много придумывать, много импровизировать. Но прошлый спектакль, он был такой яркий, красочный, лубочный. Это то, что светлановский? Да, светлановский, 89-го года. Он тоже был как бы несколько абстрактный. А здесь мы решили вообще сделать больше символизма какого-то. Говорить о том, что вот сейчас это было или 150 лет, или там древняя Русь, это более чем смешно. Понимаете, Шамаханка, главная героиня, это все-таки не золотой петушок, а образ Шамаханки у нас является основным. Это вообще личность вне времени и пространства. Что происходит, знает только она. И вот связь петушка, звездочета, который нам рассказывает начало и заканчивает оперу, и Шамаханки, между ними ощущается очень сильно. Но это связь космическая. Вот Кирилл несколько раз говорил о каких-то космических таких сферах и, соответственно, взаимоотношениях. Но если все-таки говорить о времени, то, наверное, через костюмы оно каким-то образом должно демонстрироваться зрителям. И вспоминается ремарка римского Корсакова. Кому-то из современников он сказал, что, собственно, звездочета следовало бы загримировать мною. Мною, да. Но я думаю, вы знаете, даже тут он немножко лукавил, потому что, можете себе представить строгий, аскетичный образ Николая Андреевича Римского-Корсакова, который говорит о том, что это все была сказка, и только мы живые лица. Нет, вы знаете, для этого надо знать творчество Кирилла Серебренникова, чтобы понять, что он именно всегда дает такую многослойность. Если говорить о костюмах и о том, кто как выглядит, из какого времени, то на сцене у нас одновременно появляются люди совершенно из разных эпох. И они между собой взаимодействуют, они, так сказать, контактируют, они ссорятся, они мирятся и все такое прочее. Но человек может выбирать себе любое действие и прослеживать, так сказать, в любой временном каком-то таком, временной сфере. Так что здесь костюмы абсолютно как бы между собой несопоставимые, предположим, советского времени, генералы и люди в боярских шапках. Сказка-ложь, да в ней намек. Да в ней намек. Добрый молодец. Вот что за урок для вас, как для постановщиков, и для зрителя? Вы знаете, с точки зрения такой схоластической скажу, что, конечно, это сатира, конечно, это разговор о власти, как ее услышал и увидел Римский Корсаков, но и в том-то и величии этого произведения, что там все абсолютно подходит. Любому времени. Абсолютно. Вы знаете, и когда мы стали это репетировать, когда выучили слова, наконец, хора и вообще все вокруг, то все стали тоже цитировать бесконечно, сейчас до сих пор по театру ходят бесконечные слова Бельского, который придумал такие слова, которые абсолютно годятся и для нас сейчас тоже. Но Николай Андреевич пострадал за свою оперу, она при жизни так и не вышла, он ее не увидел поставленной ни в Мариинском театре, ни в Москве. Дело, по-моему, кончилось тем, что его из консерватории попросили, где он преподавал больше 20 лет. Так что, в общем, довольно нервно все это закончилось. Но вы знаете, с другой стороны, у него же была очень сильная, можно сказать, страсть. Он очень был увлечен певицей, забрал ее в рубель, которая любила своего мужа и совсем не отвечала ему взаимностью, но он был безумно увлечен ею. Такая перекличка Дадона и Шамаханской царицы. Абсолютно, да. Для него она была не просто, он влюбился в нее, когда она была еще лебедем, понимаете, в царе Салтане и потом. Но, конечно, здесь это было как-то очень сильно. Так что, с одной стороны, дикое политическое давление на него и, конечно, просто позор, можно сказать, потому что такого человека и попросили из консерватории. А, с другой стороны, вот увлечение внутреннее, так сказать, личностное на заре своей жизни. Очень такая была у него ситуация сложная, я бы сказал. А в музыке Николая Андреевича Римского-Корсакова, как вы думаете, в его учениках аукнулись какие-то мотивы «Золотого петушка» у Прокофьева, у Стравинского, у Шостаковича? Хотя Шостакович не учился у него. Я могу вам сказать, что когда мы начали корректурные репетиции, это вот когда сидит только оркестр и репетирует, я все время музыкантам показывал. А вот давайте послушаем это соло Фагота. Играл нам фаготист, это соло, и все говорят, так это же Прокофьев. Давайте сыграем сейчас ударный. Да это же Шостакович. Но то, что там Стравинский вообще бесконечно, так сказать, и Петрушка, и Жар-Птица, конечно, еще больше существует, это вообще, об этом говорить не приходится. Но, в общем, все направления, разные стили наших композиторов 20 века, все уже там заложено. Я сам, вы знаете, поражаюсь. Странная и, можно сказать, страшная партитура, потому что в ней копаться можно бесконечно. И вот можно найти статистический аспект, но можно найти просто красочные моменты, вы знаете. И для дирижера это такое поле для импровизации. Я просто счастлив, что эту партитуру изучил. Финал оперы грустный, и народ безутешно рыдает, и вообще, как говорится в другой истории, пучина сия поглотила ее я. Как же будем без царя? Да. Так, а как в вашей редакции? Да. Ну, вы понимаете... Выходит звездочет и подводит... Мы решаем это неоднозначно. Потому что, с одной стороны, значит, появляется именно звездочет, но он появляется уже как бы после, отстраненно от тех событий, которые произошли там еще две минуты тому назад. Понимаете? То есть, этот мир как бы раскалывается и раздваивается, расстраивается. И, соответственно, все же непонятно действительно, было ли это, не было ли. То есть, никакой конкретики, а просто ощущение того, что надо думать. А вот эти слова либретиста Бельского остались. Царь он саном и нарядом, раб же телом и душою. С кем сравним его? С верблюдом, по изгибам странным стана, по ужимам причудам он прямая обезьяна. Удивительные вообще слова. Да. Это про царя Дадона. Ну, не то слово. Да. Вы знаете, царь Дадон у нас, с одной стороны, комический персонаж. С другой стороны, персонаж довольно сильный. У нас два Дадона, но, как всегда, в опере, вы знаете, по два состава. И вот в исполнении Владимира Маторина он яркий, такой крупный личность в какой-то момент имеет. А в исполнении Александра Телиги он более рассудительный и часто, я повторяю, комический. То есть, тоже тут музыка позволяет и так, и сяк. И у нас так везде получилось. Две очень разные шамаханки по стилистике. Два очень разные Дадона. Разные звездочеты. В общем, все очень разный. Спектакль. Владимир Антонович Маторин, замечательный прославленный бас, много лет работающий, служащий Большому театру и России. Он очень многим поклонникам его творчества памятен как изумительный, очень страшный Борис Годунов. Страшный в философском смысле. Страшный в своих переживаниях и думах. Какой-то глубокий философский отклик Бориса Годунова есть в Дадоне? Или эта роль не подразумевает такой глубины? Вы знаете, он артист такого плана, что он часто сам, исходя из каких-то внутренних настроений, придает большую или меньшую окраску. Вот так сказать, более трагичный получается Дадон или менее трагичный. Ну, а что касается Бориса Годунова в этом образе, то, наверное, я думаю, что какие-то черты раздвоения личности, расслоения сознания в Дадоне тоже присутствуют. Так что вообще Мусоргский ведь очень повлиял, конечно, на Римску-Корску. Говоря шире о творчестве русских композиторов и вообще композиторов, которые представлены в репертуаре Большого театра, я хочу вспомнить наш с вами разговор относительной недавности. Это был, по-моему, сентябрь прошлого года. И тогда говорили о дюжине премьер. Вот что еще не успели сделать и что уже не сделаете никогда из заявленного по каким-то причинам? Ну, вы понимаете, всегда, конечно, хочется сделать больше и, я думаю, ни у кого, никогда все, чтобы все получалось абсолютно точно 100%. Я могу вам сказать, что у нас внимательное отношение к русской классике остается и я хочу его максимально культивировать. Потому что сейчас следующий пример это будет Руслан и Людмила, без которой, я считаю, Большой театр не может существовать, без Глинки. Потом будет Чародейка и опять с очень известными дирижерами Русланом и Людмилой, с Владимиром Юровским, Чародейка с Александром Лазаревым. Уже имена замечательные, понимаете. Так что все это очень-очень любопытно. А я буду постепенно тоже вводиться, будем стараться улучшать, доводить, так сказать, такие спектакли, как Борис Годунов. В последствии я подумываю немножко о Хованщине, о многом другом. Что касается того, чего не получилось, ну что ж теперь уже говорить, называть то, что не получилось. Думаю, что мы это все тоже, так сказать, кладем в себя в актив, потому что не получилось сейчас. В последствии получится. Подумаем о князе Игоре. Мне очень хочется что-то из камерной русской классики сделать. А может быть и сделать из Шостаковича того, чего нет. Потому что я в этом сезоне пережил «Леди Магбет», которая, в общем, прошла при полном зале, чему мы опять были все очень приятно удивлены. И я думаю, что надо развивать, так сказать, традиции Шостаковича. Но Рокофьевская и «Любовь к Трумапельсинам» в декабре возобновляются и будут блоками идти. Но ресурсы, оперные ресурсы Большого театра позволяют делать масштабные, амбициозные постановки. Потому что я помню ваши слова, связанные, ну, с так называемой переаттестацией вокальной составляющей Большого театра. Кто-то ссылается на больничные, кто-то не приходит. Ну, так сказать, стараются манкировать некоторые певцы. Да, да, да. Тестации у нас были уже, прошли две такие настоящие серьезные аттестации. И такие люди тоже были, находили разные справки и прячутся, так сказать, за этими справками. Ну, хорошо, мы же все равно их знаем и помним. Но дело не в этом. А дело в том, что у нас будет две сцены. Одна большая, крупная, настоящая, великая наша сцена Большого театра. И вторая вот сцена, так сказать, новая, в которую мы будем стараться уже тоже втискивать те произведения, которые могут привлекать иногда даже там одно-два, один-два раза и все. Ну, что же, такие эксперименты мы проводили, предположим, опера «Равелля» прозвучала и очень вызвала большой интерес. Или «Вишневый сад». Вот, так что это будет. И, кроме того, могу сказать, что даже мы будем делать парадоксальные вещи. Может быть, одна и та же опера на двух сценах в двух разных режиссерских интерпретациях. Ну, да. Вот. Причем, естественно, совершенно так. И, конечно, разные, я не знаю, грубо говоря, Евгений Онегин-Чернякова и какой-то другой Евгений Онегин, понимаете. А «Пиковой даме» тоже, так сказать, я подумал, потому что как музыкант без «Пиковой дамы» я жить не могу в оперном театре. Вот. Так что будем какие-то делать и такие необычные столкновения. Вот вы упомянули «Вишневый сад», это французский композитор. Да, да, да. Вот я хотел чуть-чуть подробнее остановиться на так называемых не слишком долгих премьерах. Вот в конце апреля прошла премьера балета «Утраченные иллюзии», авторами которого стали три бывших руководителя разных направлений Большого Ведерников, Ратманский и Десятников. Название балета во многом символическое, но вопрос не об этом. Это система или случайность, вот то, о чем вы сейчас упомянули, когда в достаточной степени дорогостоящие спектакли, премьерные, в два-три раза проходят и после этого исчезают из репертуара. Это что, такая проба пера, вот «Вишневый сад» или те же «Утраченные иллюзии»? Ну, вы знаете, во-первых, «Утраченные иллюзии» я думаю, что будет не таким уже случайным спектаклем, потому что по очень многим отзывам и мое личное мнение, что это очень интересная работа. Я вообще преклоняюсь перед Ратманским и мне это очень понравилось. Что касается других, вы понимаете, надо экспериментировать. И иногда исполнить одно произведение, это очень полезно, потому что этот стиль остается потом в руках оркестра, остается у певцов или у балетных танцоров, понимаете. Это постепенное такое воспитание. И потом жизнь и ситуация, конечно, будут показывать, что это получилось, а это не получилось. Надо делать больше и не бояться. Я поздравляю вас с премьерой долгого полета и красивого пения «Золотому петушку» в Большом театре. Спасибо большое. Спасибо и вам. Музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Василий Синайский сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Спасибо. Обязательно увидимся. Спасибо.